Добро пожаловать в Канал! Это Весли и это Веслис Ньюс. Сегодня Адриан расскроет нам какие-то секреты про его устройство. Значит он нам показывает, что никакого напряжения там нет. Адриан показывает, что никакого напряжения там нет. Устройство Адриана похоже на Акула и Руслана. Хотя многие сомневались про Руслана, на самом деле все это не до конца так. Устройство Адриана используется самым концептом, как Акула и Руслана, along with probably more than 20 other guys who have made a similar device and claim that it's working as required. Устройство Адриана используется самым концептом, как Акула и Руслан. Сейчас Адриан подключает батарею, показывает нам, что высокое напряжение находится, а потом он будет отключать батарею. От сейчас устройство будет работать самостоятельно, без каких-то экстернальных потребностей. После запуска, искра есть, отключает батарейку и сейчас устройство работает без никакого источника питания. Батария использована для включения устройства, была разключена и в той же время устройство не работает без никакого устройства. Кто-то может быть поражен тем, что сейчас Адриан скажет, но объяснение будет дано мной в третьем виде. Адриан's explanation will sound somehow convoluted, but more information about it will be given by me in video number 3. Хочешь объяснения Адриана będą для нас не до конца ясны, więcej подам видео номер 3. Все работает. В общем, вот так вот. Фишка в том, что, короче, как же установка работает. И один маленький нюанс, который нигде не разоглашается. И особо много кто про него не знает. Только те пацаны, которые забрали. Установка работает по принципу безпроводной передачи энергии. В общем, фишка в том, что, короче, как сказать, есть земля, допустим. Куда тоже снимал видео, где он говорил, что, короче, как знали чистоту земли. В общем, чистоту земли он показывал, там присутствовали высокочастотные наводки. Но никто не зацикалился, звички они у земли взялись. А вся фишка в том, что за кадром, в общем, стоять в сусідней кімнаті передачок, обыкновенно Тесла. И великой потужности не потребна. Достатньо всего на всего 20-30 Ватт для того, чтобы установка запрацювала в самозапяте. Пацаны, тут свободной энергии нема. Просто-напросто КПД устройства, в общем, очень маленькие. И для того, чтобы она запрацювала, нужно взять дополнительную энергию. А дополнительная энергия берется от передачки, который, я бы сказал, стоит в сусідней кімнате. Все очень просто. So far, we are being told that in the next room, there is a Tesla coil acting as a transmitter that is delivering additional 30W needed for sustained operation of self-looping of the main device in front of us. Self-looping is utilisation of the energy within the system to allow the system to support its continuous operation. Таким образом, что 30 ватт, из дополнительного трансмирования, позволяет устройство работать без дополнительного опыта, и лодка связана с устройством 1800 ватт. Добавительное объяснение дам в видео номер 3. Так вот, в ноте по цей. Это было все, с канадичной решетой в видео номер 3. Продолжение следует дам в следующем видео. Не забудьте поставить лайк в виде видео. Я не продаю ничего, я не продаю ничего, я не спрашиваю денег, я не спрашиваю денег. И так же, я не имею коммерциал на моем YouTube, но мы не знаем, что YouTube будет делать. Они всегда спрашивают что-то, и если не, они спрашивают что-то. И как? Это Весли, и это Веслис News. Под лайк, под лайк, под лайк.